всем привет у нас сегодня дурочка придурочка у нас такое бывает бывает такое чудим что нибудь самое интересное разукрашиваемся бесимся у нас уже решили все таки заснять дамочку потому что она уже чуть подустала перекосилась у нас днем плюсовая температура что понимали ночью минусовая температура и вот сейчас уже середина дня мы пытались что-то там видео клепать в общем и сегодня выходной как бы сейчас давайте покажем как она у нас клепается ну короче видео у нас не клепается у нас выходной мод решили этот день как-то занять 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 девчонки наши опять как всегда хвата учистили в общем мы решили сами себе поддурковать вот а потом решили же надо елку выносить потому что все оказывается уже повносили елка у нас елка до сих пор в доме мы будем выносить сегодня куда-нибудь сюда ну давайте что-нибудь покажем нормально все такая вот ерунда у нас происходит с нашей программой елки-палки она не грузится она не хочет грузить наши видео и вот так мы долбёмся 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 с нашими видео это всем хочу рассказать пожалеться так сказать вот почему мы так быстро не можем их выкладывать вот почему мы так долго тянем с этим видео у нас топ как я уже говорила интернет то программа то еще и кать фигня то короче были ну ужас просто ужас надо менять технику надо менять все кардинально надо менять все вот такая у нас дамочка у нее у бени правда размазались немного с кем-то очень круто целовалась и она вообще размазалась немного вот так вот такая вот она у нас была она красивая конечно с такой фигурой с такой попкой но сейчас она я же говорю так наклонилась ужасно поклонилась похилилась руку сделал да он даже руку сделал такую блин видя она так уже так уклонилась совершенно но вообще была очень красивая конечно же что-то мы ее сразу ой сейчас я упаду что-то сразу мы ее вам не показали почему ну понятно что тут же школе на самое произведение искусства живут вот же что она понимаете самое главное произведение искусства вот это вот нормальное произведение да да это он клепал вот эту попу кому чего не хватает как говорить о боже за 3 до солнце солнце вы выпалила и волосы ну ты что краситься нефиг было краситься да так а это наш такой чудо-юдо рыба кто-то к стань чтобы было видно какой он здоровый но еще я тебя засниму хотя бы на память этом и елки-полки слепили а вот даже их не засняли вот такой классный чудак собаки уже его описали сволочи и у нас еще и собаки барабаки вот таким их не разокрашивали так холодно было такие маленькие глазки у них вот такие у нас даже с ошейниками зверюги припры покажи тоже какие же они ростом зверюги охраняют наш дом и 2 2 пес обормоз она этот помощь не конечно помощь не а то ева а то не ева а то не понятно что так вот эту букву сними беда какая-то прямо она на видео не сильно видно кинься но ты снимешь вот это все получится да видно все видно особенно вот та нога ты посмотри ее тоже кто-то съел просто видить что солнце опекло получается прямо как дырки по выжигала солнце елки герез до того старше а теперь я на фоне тут шт К starts есть за что за quelle четыре этой арт were и 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 там позбивала. Ну, чтобы собак не убила, когда они кушают внизу. Да, они там у нас едят. А тут я специально не сбивала сосури. Мне так интересно, до какого размера они вырастут. Да, покажу, какие они большие. Да, вот они огромные просто. Да, так видно по окну, что они уже до полокна вышли. Вот. Тут у нас как раз стоит такая лавочка. Надо кого-то пригласить, чтобы посидели на ней. Да? Как они вгодят. Подписчики уже видели эту лавочку. Да нет, я имею ввиду, чтобы кто-то посидел под сосулями. Такой аттракцион, понял, да? Пощекотай нервы называются. Короче, наша Ржуха нас подводит. Она сейчас вообще свинука заводиться не хочет. Коля к ней каждое утро. А ну-ка скажите, как вы нервничаете меня каждое утро? Мы каждое утро в ней... Да, он спокойно, а я неспокойно. Он выезжает на работу, чтобы вы понимали, в часа два, потому что у нас до двух, пока не размёрзнется машина, ехать она не хочет. Да, мы уже и на газе, и на бензине, и на всех делах мы её заводим. Короче, так, погнали, посмотрим, что. Новый аккумулятор. А, новый аккумулятор заряжается. Потому что он разряжается. Короче, в общем, какая-то у нас прям... Ой, чертовщина происходит с нашей машиной. Вот. Ай-яй, ещё вам столько всего... Ой, Коля, ты что меня так пугать? А ты, здрасте, всё прошло. Столько всего мне вам есть рассказать. Блин, я думала, у петуха, короче, солома висит. Понял, на морде. Я думала, у него сосулька замёрзла, сопля замёрзла. На носу. Ушёл, да, уже ушёл. А у него кусок соломы, и примерз, понял. Капец, как они вообще ходят по снегу, а? Не знаю, ну, может, другие куры не ходят. Может, это только наши ходят. Может, их нельзя открывать. Да? Чтобы загонять их ещё? Не знаю, но это и точно холодно. Видишь, у неё одна нога поднята. Та-та тоже на одной стоит, как пеликан, блин. И та стоит на одной. А, так может, они так греются, короче. Так, ну, в общем, что я вам могу сказать? Что тут у нас всё осталось по-прежнему, мы не успели накрыть крышу. Стройка заморожена. В полном смысле этого слова, да. Короче, стройка заморожена, почему? Потому что мы у нас... Снег пошёл. Да, подожди со снегом. Мы должны были в таком положении её накрыть. Вот, накрыть крышей, короче, накрыть досками. Ну, в общем, ребята, не накрыли ни крышей, ни досками. Молодцы мы, короче. Так. Ну, в общем, красота. Смотрите, какая у нас тут красота. Мы не расстраиваемся. Сейчас всё начнёт отмерзать. Обязательно всё мы накроем. И тот смысл я уже не знаю, блин. Посмотрим, что будем накрывать, что не будем накрывать. Вот. Всё у нас классно. Всё у нас классно. Мы ни на что не... Не это, да? Ага. Как всегда. Всё у нас шикарно. Если на что заморачиваться на каждые мелочи, это что получится? Ага. Так оно получится, снеги? Да, да, получится. Так я сильно буду близко, у меня как седо будет. Огромное это. Да, у нас у нас, смотри, Коля, потом говорит, что у нас поливалки-то ломаются? А потому что они зимуют на улице вообще-то. Ну, а что? А что? Это же уличная поливалка. Да, лопату мы весной, короче, найдём, походу. Да, лопату. Я так подозреваю. Ну, она лежит на куче, всё нормально. Да, сейчас куча снега ещё присыпет, и она будет лежать там до весны, потому что мы её потом не найдём. Короче, ребят, ты чего меня не снимаешь? У меня со спиной там немножко начались проблемы, потому что стоишь на кухне, я вообще с кухни не вылазила. Коля с работы не вылазил, ему пришлось вообще 3-го числа выйти на работу. Потом расскажу, почему. Нас так подвели круто, я вам просто передать не могу. Просто, можно сказать, кинули. Вот тут Ванечка, которая говорила, у него напарник был. Вот я вам потом про него расскажу. Так, ну это я потом расскажу, обязательно расскажу. Так, ну всё, свинки наши, свинки, там где-то мы снимали видео, там где они поубегали, да, было дело? Да, было. Покажем сейчас? Ну да, сейчас мы их сейчас-то не покажем, потому что, блин, если мы хотим, мы не можем даже сейчас ещё склепать то видео, которое с Нового года, как мы сейчас покажем. Да, да, точно. Я надеюсь, что сейчас просто мы вот этим одним кадром большом снимем одно видео и... Ой! Аккуратно. Снимем одно видео и, может быть, ещё какое-нибудь там сюда доклепаем. Вот. А, короче, посмотри на хоре, а? Вот, и это самое. Сейчас, может, ещё ёлку будем выносить, не знаю. Короче, какое первое получится, может, и это первое получится выложить, может быть, то, что мы сейчас вот пытаемся смонтировать, получится выложить, короче, какой-то из них выложим, поэтому... Не обижайтесь, если у нас будет так самбурно сначала одно, сначала второе, сначала третье, потому что у нас, чтобы вы понимали, три, вернее, два ноутбука, один компьютер, и, в общем, толком ни одно, ни второе, ни третье не пашет. И плюс у нас интернет. Покажи, покажи этот ненавистный интернет. Вот эти проводочки, тоненькие-тоненькие, это наш интернет. А его не видно. Интернет? Его даже не видно. Телеком. Самый фу-фушный интернет. Самый фу-фушный. Не подключайтесь. Не подключайтесь. Вот кто в Украине живёт, тут вообще не подключайтесь. Короче, я прямо вот злая на них, я вот звоню им, прям звоню, я им звоню, прям звоню, они мне... Ваше время ожидания десять минут. И сидишь как дебил, ждёшь этих десять минут, короче, а потом оказывается, что, короче, все операторы ещё раз заняты. И, в общем, потом, когда дозвонишь, они говорят, а что, ну вы понимаете, в вашем регионе провода старые, короче, там в коробках проблемы, там затекло, там замёрзло. Я говорю, ну мои-то проблемы какие, я-то за него плачу. Ну, в общем, надо менять оператора, надо менять вот это, провардерачи, как он там правильно называется. Вот. А чтобы его поменять, это нам нужно ввести провод аж с соседней улицы, а чтобы с соседней улицы завести сюда провод, там другого провайдера. Ну, короче, там куча бабла надо. В общем, пока у меня сюда снова бабла нет. В общем, вот такие вот пирожки. На новую технику тоже пока бабла нет. В общем, пока у нас только бабло, у меня на лечение есть. А, слушай, я ходила, оформляла себе эти, как они называются, все бумажки все. Это вообще отдельная история. Ребята, я вам просто передать не могу. Это ржака была ржачная. Вот это, кстати, надо было снимать, кстати, на камеру. Николай, да? Да, да, да. Короче, быстро-быстро я расскажу, кому интересно. В общем, мне, значит, пошла я на все вот эти вот процедуры, туда-сюда, на все последние, штаны спадают, на все вот эти комиссии сходила. Вот. И осталась мне последняя, самая главная, городская такая комиссия. И, в общем, мне должны были прислать почтой, значит, бумажечку, приглашение на эту комиссию. Что вы думаете? Прислали мне почтой эту бумажечку. Как раз шел такой мокрый, хороший снег. Мне ее сунули в забор. В общем, мы нашли ее через два дня. Но это все ерунда. Размокшую, раскисшую. Мы прочитали, конечно, что там написано. А там было написано, взять с собой амбулаторную карточку, трудовую книжку. Там еще какую-то фигню. И анализ Кокрафта. Анализ Кокрафта. Вот. Значит, я думаю, что это такое. Это же если на этот анализ, значит, нужно идти к нам в амбулаторию, брать же направление, чтобы пойти где-то его сдать, этот анализ. Короче, мне было плохо. Тем более, пока тут амбулатория дотопаешь по такой погоде, еще, не дай бог, там еще себе можно и ногу сломать и все такое. Послала Николая. Николай пришел. Этот врач, короче, смотрит на эту бумажку. Он говорит, а что это такое? Коля говорит, я же не знаю, вы врачи. Что это такое? Он, короче, давай в интернет. В интернете, короче, ему там написали, что этот анализ берется. Чуть ли не в спящем виде. Чуть ли не во время мочения, типа, ну там, когда это, в общем, с венной кровью, там вообще вот так вот. Короче, доктор Хаус отдыхает. Он говорит, в общем, я не знаю, приходите завтра, мы еще посоветуемся, коллегию соберем, типа, врачей посоветуемся. Короче, пришел он на следующий день. Короче, опять собралась коллегия врачей, уже там все такие врачи собрались, смотрят на эту бумажку, так, постойте в коридорчике, сейчас мы еще раз посоветуем. Короче, заветовали, советовали, советовали, короче, говорят, знаете что, мы не совсем понимаем, что это такое, поэтому дуйте, короче, в областную больницу, куда-нибудь туда, и там, короче, решайте свои вопросы. Я говорю, как? Вы же врачи, ну как? Говорят, ну мы не знаем. Ну там спросите, короче, а вам там подскажет, куда идти. Он там подскажет, ну нормально вообще. Короче. В областную, без направления. Без направления. Прийти и вам подскажут. Да, ну в общем, вот такие у нас компетентные врачи здесь, на нашей старой Балашовке. Вот. Не хочу, конечно, никого обидеть, но они говорят, что в нашем городе, вот такая вот, а, ну не в нашем городе, на нашем районе вот эта старая Балашовка, она очень большая, старая Балашовка, вот здесь и все остальное. Типа только второй случай, вот этой красной волчанки, как у меня. Вот. И то есть они о таких анализах вообще никогда не слышали, а это чтоб вы понимали анализы, чтоб пропускаемость почек там выяснить, ну что-то там в общем такое. Короче, какая-то юрндистика. Я все, конечно, понимаю, что они не слышали, но неужели нельзя было в эту областную больницу позвонить и самостоятельно как-то узнать. Все-таки же они врачи между собой там как-то общаются. Короче, они меня послали, типа идите куда подальше. Слава Богу, что есть тот врач, который лечит меня, именно ревматолог, именно моя врач, который именно по моему заболеванию. Я и позвонила, говорю, так и так вот получается. Она объяснила, что это, говорит, там никаких проблем нету, там нужно сочетать вес, рост, короче, и плюс кровь, и такому как она протекает. В общем, она говорит, придешь ко мне уже в понедельник, я выпишу направление и пойдешь на эти анализы, все сдавь, все без проблем, натощат там это сам. Но проблема в чем? В понедельник они уже должны были быть у меня эти анализы. То есть я опоздала. Что завтра будет, я не знаю. В общем, поеду на этот сбор, на эту комиссию, на эту последнюю. Наверное, они, чтобы меня пошлют, скажут, иди, девочка, гуляй, короче. Со своей старой балашовкой. Поселилась на крови график, иди гуляй. В общем, короче, не знаю, ребята, что это будет. В общем, у нас все весело, у нас все круто. Ножка у меня немножко побаливает. Но я себя все равно прогреваю гречечкой, натираю всякими там себя этими водками и всем остальным. Так, у нас загуляла Ева. Рем на нее систематически прыгает. Какие у нас еще новости? Девчонки собираются уехать в Киев. Светке там понравилось. Ну, хочет забрать Дашку. В общем, они там собираются ехать. Сейчас они что-то там решают. Короче, что они там решают? В общем, нас оставили в покое. Сказали все, родители, гуляйте, отдыхайте. Вот мы гуляем и отдыхаем, короче. Собрались елку выносить. Сейчас Коля будет тянуть елку, а я буду снимать. Как он это будет делать? Причем будем елку выносить с игрушками, с песком. И так уже затрохтело всех, как всегда. Смертельный номер! Николай разбирает елку нашу. Не, ну что, мы уже со всеми поговорили. Все говорят, блин, вы что, елку еще не разобрали? Говорят, а нет, мы разбираем ее на 8 марта. И Вы чего, блин, надо разбирать. Она уже вобрала в себя весь негатив, тудым-сюдым, короче. Надо ее разбирать. В общем, в этом году мы решили ее не совсем разобрать. Ну что мне жалко, ну как ее взять, зачем ее вообще полностью Мы ее пока весь наши, короче, вот эти все Деды Морозы не порастаивают на улице Мы ее там поставим, красиво пускай стоит, пускай радует глаз А что, правильно? Да, да Да, Николай? Вот, тем более я же влю У нас всегда елка разбирается, вот как, ну вот как в анекдотах говорится На 8 марта, блин Я помню, мы когда на Беляевке жили тоже, ночью выносили елку, чтобы никто не видел, короче Что мы так поздно выносим Поздно, а что мы ее, блин, выносим перед 8 марта Ну что, да, ну она нас радовала, а что Так, ну снимай какую-нибудь Смотри, я тогда сейчас все сниму вместе с этими Нет, одну, одну, с другой стороны начни ее разбирать Вот Стасик, попросили Стасика повесить гирлянду, повесил гирлянду Так что ей теперь надо разобрать Ну он же не знал, что она не будет, что она сниматься будет Да куда-нибудь ее вытяни А ну что, я открутил вокруг елки что ли? Ну конечно, вот так, вот так, вот так А, ну так, вот так, вот так, с другой стороны, найди конец ее и вытяни Что? Белый конец, что непонятного там? Где она там? Сцена реально Реально, давай я У меня сейчас все реально будет Вон, смотри, вон уже конец ее А где там конец, смотри Ай, тяни короче Потом если что, еще раз нарядим Знаешь, как прикольно, смотри Разрядили, нарядили, разрядили, нарядили, класс Ну еще, если не будет мороза, то можно включить вот эти вот, сегодня будет там О, слушай, прикольно Давай сегодня еще включим на это, да? На улице ее Давай Давай Надеюсь, короче, эти лампочки не позамерзают Они же какие? Они же не Замерзают ли это, блин, светодиоды Да? Конечно Они будут работать А, оцените, как я Николая, она красивая Да, красивая, да? Да, да Да Да, не видно Так себе Знаешь, шо? Так себе Так себе, пес Ты вообще не дверь какой-то Мы хотели сделать пес, но получился какой-то песо-медведь Вот Ага Короче, в общем, как всегда у нас весело У нас девчата порасходились И оставили нас Да, ты мы теперь отдыхаем Да, у нас типа должны быть такие романтические дни Но шесть у нас они нифига не романтические Вчера я приболела была, блин, прям вот Мне так на ножка болела, что страшное дело Сегодня нас в гости приглашали Мы не хотим уже никуда идти И уже все Уже не хочется как-то Да? Угу Ну хотя к вечеру еще посмотрим Хотя к вечеру, может быть, и пойдем И выложим видео, кстати У них интернет лучше Они все провели, подлецы, интернет Лучше, чем у нас Ну вот, у них скорость там такая классная Ну, это ж на их улице, они там вверху живут Смотри, игрушки не потопчи своими грязными башмаками Им дешевле Да, им дешевле Да, они им круто получили Круто получились А нам, чтобы сюда в нашу глушь затянуть То нам, конечно, да Ну, ничего страшного Выкрутимся Выкрутимся Мы, как всегда, выкрутимся Ну что, вытянул ты эту ерундистику Ну, пошли, пошли Ну, давай быстренько Я же хочу все снять Я бы оставил ее там, да и все Ну как? А вдруг она замерзнет и полопается И... Да ну жалко, она же стоит денег Если ты будешь ее крутить Ну, гнуть Смотри, остался один виточек Один маленький виточек Вот мужики, да, недоделкины Делали, делали, не доделали Бросили, хай высыть Да Хай высыть, да Фиг с ним В следующем году купим новую, да А че? А че? А че? А че? Потому что Коля Одну коробку вообще запрятал Блин, куда-то с игрушками Так хорошо запрятал в старом доме Что мы ее так и не нашли Походу Поэтому в этом году У нас так бедненько с игрушками Я никуда не прятал Он просто где-то, блин, положил Да, ну где-то просто положил Он не прятал ее Он так положил ее и все И с концами Найдем ее летом, походу Летом обязательно найдем Потому что будем ревизию делать Да, как всегда С одного места на другое перекладывать Короче, ребята У нас такие классные есть видео У нас есть это Как Коля в проруби купался в этом году Представьте Первый раз в жизни Да ну не так быстро Я же с тобой не успела Первый раз в жизни Я смог Да, он смог Он потом на меня так обижался Потому что момент Прямо когда он упался В эту, окунался В эту купель Я не засняла Вот Ну в общем Лыжники Да, аккуратно 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 Потому что она сейчас и завалится Ну что Все надо короче Брать 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 А, еще и отвязать надо Да, она же к стене должна быть привязана Аккуратно 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 Подорвешь И будем потом вместе с тобой Как два этих Как два идиота Ага Я буду со спиной Обычно Дед Мороз заходит с елкой А у нас Дед Мороз Ой Блин Я чуть на этот не наступила На провод О, Гарема у нас пытается Оплодотворить Еву Ты куда мне на цветок ее поставил Блин Возле собаки ее там ставь Не, не Возле собаки где-то ставь Чего ты ее тут втулил Смотри, нож и ложка А я искала этот нож Блин А я же это Ну, вырезал собака Ага Только не делай так Не делай, не делай Плохой звук Фу, раздражающе Зато нож нашелся, прикиньте Как хорошо, что мы Попышная елка Это все обман Как-то она, да В доме Обман зрения Она в доме как-то смотрелась Попышнее Попышнее Да, елочка, елочка Жгые горы Слушай, а может ее туда В дерево засунуть? Вот там вот она будет Лучше смотреться И она не упадет Ее там к дереву можно привязать Точно Тули ее ближе к дереву Не, ну что С этой стороны Она смотрится, кстати Ничего Я же говорю Так мы еще этой стороной И ставили Вот, значит Ты этой стороной так и ставь Только ближе туда к дереву В общем, вот так вот Чтоб ее можно было там привязать Да, все Привязываю Я потом выйду И красиво поснимаю А к дереву Можно будет протянуть Потом провод? Чтобы засветить ее Чтобы елочка 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 горы Елочка горы Только чуть-чуть разверни ее Чтоб с улицы Тоже красиво смотрятся А то люди проходят Думают Боже, что за лысяк Что за лысяк Что за лысяк, да Все Короче Будет у нас сегодня Вообще классно Все Сегодня будем приглашать Гости к себе домой, наверное, да? Ага Все Управился? Да Все готово Все готово У нас Все красиво Все готово Девушка Красавица Ну прям она была такая классная Блин, надо было сразу вам показывать Какая она была классная Сейчас уже остатки одни от классности остались Чудачок был классный Ой Так Ну хоть запечатлеть для себя Честное слово, что ли Так, ну тут у нас Собаке раз Собаке два И елочка Пускай пока тут стоит Хочу Жалко ее разноряжать Разноряжать, так сказать Пускай стоит пока месте Радует глаз Не знаю Снегом присыпет Потом ее заберем Так, ну все В принципе В принципе В принципе И все Ой Вот она Завтра она точно упадет Маша красавица Так Ой Тут уже гирлянды тоже поснимали У нас А красиво тут гирлянды висели Поснимали Потому что Мороза сильные ударили И все Решили Вернее побоялись Ага Георгий идет Пилюлей только что получил Да Идет Что в дом пойдешь Котофеич Папки пилюлей получил Повнали Ну что На сегодня Всем пока-пока Да Все Да Мы все-таки Решились Мы идем Костик Колина сестре Таня Да Елочку подключить А что тут не блин-блинкает Да блин-блинкает Тут надо настроить Ну не блин-блинкает Все Блин-блинкало Там она вылезла А она вылезла Коля Елки-палки Ты когда подключала ты что Когда вылезла Все Красиво Красота Красиво Да Красиво Красиво Ну тут же Тоже красиво Да Все Все Пока-пока Пока-пока Мне так Пора А вот не вас кем водить Угу